Сыграв в Ярославле, молодежные сборные России и Канады переедут за океан. Однако точка в юбилей суперсерии 1972 года на этом для нашего города поставлена вовсе не будет. Вслед за молодежью на Ярославский лед выйдут настоящие легенды российского и канадского хоккея. Об этом рассказал Александр Якушев, игравший в первой суперсерии с канадцами. В Ярославле будет сыгран матч между Канадой и Россией уже, правда, несколько более молодое поколение. Поколение фетисов, Касатонов, Макарова будет, я думаю, интересный матч по просьбе руководства клуба. Этот матч состоится 7 сентября. И один матч будет в Санкт-Петербурге. И также с ответным визитом команда России приедет в Канаду тоже на два матча. Владислав Третьяк в 1972 году защищал ворота сборной Советского Союза. Однако в сентябрьском матче российско-канадских ветеранов он пока участвовать не планировал. По накалу нынешние матчи, конечно, не идут в сравнении с играми той суперсерии. Впрочем, несмотря на товарищеский статус, молодежные сборные накануне в буквальном смысле бились на льду. Да, это матчи товарищеские. Но я, вы увидите на льду, думаю, что на льду товарищей не будет. Почему? Потому что это две команды, которые, как правило, играют в финале на чемпионатах мира. И, как правило, эти две команды на протяжении последних, там, 10, может, даже больше лет, борются названия стать лучшим среди молодежных команд.